здравствуйте дорогие друзья да очень знаете так закручивается мир очень интересно очень все необычно знаете давайте начнем с кабалы рахмаль писал что вот такая вот такая вот история как мы видим с вами закручивающаяся это работа всевышнего написано всевышний закручивает цепь событий в изгнании так чтобы связать все человечество единым узлом дворец поворачивает ход истории вправо в той сторону милосердия и влево в сторону суда таким образом объединяя вот эту историю человечества как сказано у пророка ишиягу я запятая я бог именно я связывая человечество едино нитью объясню имеется ввиду следующее первая анахия это мера его милосердия второе я это мера суда это и другое бог мире нет другой силы кроме него соответствую с этим мы можем понять наказание в которое написано в торе я совершенно скрою астер астер свое лицо за все зло которое творит человек то есть когда люди на земле мера мера их зло мило их деяния переполняет так сказать уже возможности бог не просто скрывает свое лицо он скрывает скрытие да и и какой но условно отворачивается и управление становится незаметным и тогда происходит событие которое мы видим слово скрывать повторено дважды астер астер то есть такой исторической ситуации всевышний как бы скрывает само сокрытие и теперь действительно невозможно понять что происходит мире увидеть руку направляющую бога потому что ну как такое может быть и такое положение сложилось например в положении в поколении потопа когда по словам своей торы пожалел бог что создал человека на земле это поколение было уничтожено но ведь перед этим поколение было наделено именно это величайшим изобилием как рассказывает талмуд мера суда всевышнего она до поры до времени скрыта и это позволяет людям продолжать творить зло вплоть до боюсь сказать чего оказывается может быть такое положение вещей когда людям кажется что все идет в хорошем направлении удача улыбается бьет солнце сияет а на самом деле все движется противоположным направлением и подобный период сейчас сегодня написано время перед приходом о шеях рамхаль сказал что в этот период непосредственно перед приходом о шеях возобладают силы нечестия так как творец совершенно скроет свой лик из мира из-за наших грехов веленский гаон написал что в эти дни пастыря израиля и всего народа станут самые наглые поколения в этот период машинах еще не открылся но главное вот когда вглядываешься в события всматриваешься в них то можно увидеть был такой выдающийся человек раф вассерман он утверждал что также так как необходимо постигать слова торы надо вдуматься в события происходящем мире чтобы понять их при соответствии с законом торы и надо видеть то что сейчас происходит всевышний дал злобе злу временный успех в эту пору творец максимально скрывает свое лицо и поэтому нечестие возобладало рамхаль говорит так что в поколении перед приходом о шеях преуспеют наглые то что окажется наглее других тут успеет больше всех это называется полным сокрытием именно в об этом времени у пророка сказано истина окажется сокрытой а бегающий от нечестия будет считаться сумасшедшими на что написано что надо делать нужно раскаяния нужен ну нужно в данный момент но сесть и просто сесть и подумать что происходит надо удачу вы искать удача происходит из раскаяния мазальтов а вообще прямой перевод слова мазальтов это пожелание удачи но интересно что обычного как используем его поздравляю само слово мазаль имеет отношение к тому что влияет на нас свыше можно перевести как удача судьба и там еще как-то и даже благословение да наша судьба мазаль определяется с момента рождения но когда всевышний заключил союз с авраамом что сказал да показал небо и сказал что можно выйти над звездами то есть мы изменив свое поведение изменив свое отношение к миру можем изменить судьбу свою и всего мира соблюдая заповеди распространяя в этом мире добро и читая молитву приближаясь богу человек способен обрести такую силу и выйти за пределы такого уровня что может спасти себя и мир говоря кому-то мазалтов мы признаем что звезды сошлись для этого человека идеальным образом вот чтобы это было обязательно сегодня у каждого написано в наших книгах если человек изменится то изменится предопределение когда человек осознает собственные недостатки пытается их исправить он меняет свое предопределение и весь мир прахава от слаха шабах шалом